Губернатор Свердловской области Евгений Куйбышев вручает жителям региона государственные награды федерального и областного уровней. В числе награжденных госслужащие, спортсмены, деятели культуры и, конечно, работники промышленных предприятий. Особо многочисленная группа награждаемых – это труженики Первоуральского новотрудного завода. Пять человек удостоены звания «Заслуженный металлург России». И еще пять медалей ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Молодцы первоуральцы. Так держать. В числе награжденных медалей ордена за заслуги перед Отечеством второй степени руководитель производственного комплекса «Сталь» Антон Лоскутов. Благодаря его идеям удалось не только поставить рекорды выплавки металла, но и разумно сэкономить десятки миллионов рублей. В моем лице поздравлен весь коллектив цеха, в котором мне позволено работать. Это очень молодые, крепкие, креативные ребята, которые просто живут на работе, они горят этим. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени получает и Ирина Старостина. Позже сотрудница новотрубного завода признается – это не просто волнительный момент, а большая ответственность. «Это большая радость, гордость, что именно меня заметили, оценили. И в то же время эта награда налагает большую ответственность. То есть работать еще, наверное, лучше». Ирина Старостина на новотрубном заводе трудится больше четверти века. За это время внесла два десятка раз предложений. Придумала, к примеру, как упростить систему отчетности. Женщина отвечает за отгрузку продукции. «Ирина Борисовна как человек и как начальник – это трудоголик, который работает 24 часа в сутки. К ней обращаются в любое время суток, она все время помогает, где-то что-то разруливает, какие-то ситуации». Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени получили также с датчик металла Елены Тычинина, мастера участков Игорь Банников и Сергей Бубнов. Еще пятеро белых металлургов удостоились звания «Заслуженный металлург России». Алексей Вербицкий, Андрей Волков. Новости. Перворольск.